Всем привет! В этом видео я покажу как отключить спящий режим магнитолы и бонусом как установить анимирную заставку при включении. Вы на канале Мафон. Поехали! Отключение спящего режима будет полезно, если машину вы используете редко, чтобы аккумулятор меньше садился при простое. Позже я покажу утечку тока с включенным и отключенным спящим режимом магнитолы. Для того, чтобы отключить спящий режим магнитолы, заходим в настройки, настройки разработчика. Напоминаю, у меня пароль 4 восьмерки. У вас, возможно, пароль будет отличаться. Смотрите инструкцию к магнитоле. Вбиваем 4 восьмерки. Видим графу Engineering Test. Нажимаем на нее. Пароль 269 599 10. Видите на экране пароль. Вбиваем 269 599 10. Нажимаем Enter. Вторая графа Direct Sleep Mode. Это спящий режим магнитолы. Для того, чтобы отключить его, нажимаем на самую нижнюю графу и подтверждаем ОК. Сохраняем. Все. Спящий режим магнитолы отключен. Выключаем зажигание и проверяем, какая утечка тока будет без спящего режима. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Теперь мультиметр ставим в амперметр. Для этого переставил плюсовой щуп. Обычно на вольтметр щуп стоит вот здесь. Обратите внимание, если также хотите проверить свою машину. И ставим амперметр на положение 10. Теперь замеряем напряжение одним щупом на минусовую клемму аккумулятора, а другим щупом на минус проводки автомобиля. Как видим, потеря тока составляет 0,20 мА. Ставим минусовую клемму назад и идем в автомобиль. Теперь снова включаем спящий режим магнитолы. Выбираем графу Derek Sleep Mode. Нажимаем ОК. И теперь смотрим, сколько потребляет магнитола в спящем режиме. Как видите, токопотребление возросло примерно на 0,5. Что, в принципе, зимой будет достаточно плохо для аккумулятора. Для того, чтобы установить анимирную заставку на магнитолу, ее необходимо подключить к интернету. Для этого буду использовать раздачу Wi-Fi через телефон. Если у вас оператор снимает деньги за раздачу Wi-Fi, не забывайте, что есть бесплатные точки возле Макдональдса и прочего. Включаю Wi-Fi на магнитоле. Можно это сделать просто нажав на Wi-Fi. Можно долго удерживая, включить галочку. Хотел бы также показать вам, что подключается именно к телефону. Теперь магнитола подключена к интернету через Wi-Fi. Заходим в меню, открываем Play Market и закачиваем приложение WinRAR. Устанавливаем. Теперь необходимо открыть браузер. Открываем Яндекс или Гугл, то, что вам ближе по душе. В поисковике забиваем то, что вы видите перед глазами. Mod Boot Animation. Нам необходимо открыть сайт, где сначала будет в квадратных скобках слово Mod. Ссылку также я оставлю в описании к ролику. Здесь необходимо скачать анимацию для вашего автомобиля. Листаем вниз. Как видим, здесь есть различные автомобили. У меня машина Mazda 3, но для примера хотел бы установить другой автомобиль. Как видите, для некоторых анимаций есть два разрешения экрана. Давайте откроем Mercedes. Файл весит немного, поэтому скачивается быстро. Нажимаем скачать. Теперь нажимаем сохранить файл. Файл сохранился на магнитолу. Выходим на домашний экран. Теперь через меню необходимо открыть загрузки. Вот у нас скачанный файл. Он открывается через WinRAR. Нажимаем отказаться. Долго зажимаем и нажимаем извлечь текущую папку. Я это уже сделал. Теперь открываем настройки. Листаем вниз. Видим настройки логотипа. Открываем. Сначала выбираем не анимирный логотип, просто для красоты. Здесь есть также различные марки, если пролистать. Давайте установим BMW. Пускай будет BMW. Нажимаем Start Setting Logo. Все, данный логотип сохранился. Это будет просто начальная картинка при включении. Теперь необходимо установить анимирный логотип. Для этого нажимаем выбор анимации. В папке Download, по-английски это загрузки, видим наш необходимый с вами файл. Нажимаем на него и подтверждаем ОК. Нажимаем не просматривать анимацию. Нажимаем на нет. Как видите, анимация написана установлена. Для того, чтобы показать вам результат, необходимо отключить спящий режим у магнитолы. Также хотел бы добавить, что спящий режим есть не на всех прошивках магнитола. Ну а теперь самое интересное, смотрим полученный результат. Вот такой видеоролик получился. Надеюсь, он был полезен для вас. Смотрите также другие видеоролики на канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.